Строительный день среда начался сегодня на объекте. Глава района Алексей Ивалов утром провел совещание в штабе строительства школы в Медвежьих Озерах. Стройгарант ООО «Алюмак» завершить монтаж оконных блоков ПВХ. В конечном обороне видел, что проемы все последние сделали. То есть комнат сейчас закрыт? Закрыт, но сошли бы остались. Окна застеклены, работы по электрике выполнены, завершается монтаж систем вентиляции и дымоудаления. Стройка в Медвежках идет, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Приходится переделывать проект системы отопления, который предыдущий подрядчик выполнил с нарушением нормативных требований. А как только будет возможность подать в здание тепло, внутренние отделочные работы пойдут ускоренными темпами, уверяют руководители подрядной организации «Стройгарант». И все-таки властями округа принято решение не форсировать события, а сделать все надежно и в комплексе. Так что медвежьи озерские ребятишки будут заканчивать этот учебный год пока в старом здании школы. Но 1 сентября точно пойдут уже в новое. Уточнили все сроки по графикам. Понимаем, что в зимнее время мы школу-то не сдадим. Потому что окончательным этапом будет при вводе в эксплуатацию, конечно, благоустройство прилегающей территории. А провести мы сможем только тогда, когда снега не будет. Поэтому планируем все-таки на конец июля. Задачу эксплуатацию, школу, весь этой пристройки в комплексе. Все будет сделано профессионально, грамотно и нормативно. Работу нынешней подрядной организации как оцените? Удовлетворительно, молодцы. Во всяком случае, не врут. Ситуацию на проблемных объектах строительного комплекса обсудили позже в рамках «Стройчаса». На него был вынесен вопрос переуступки обязательств по достройке жилого комплекса «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. Первый застройщик компании «Бизнесленд» передает объект компании «Своярд», которая и будет отвечать по обязательствам перед участниками долевого строительства, гражданами, купившими квартиры. А также перед администрацией района, который передается часть помещений на решение социальных вопросов. Определенные беспокойства вызывают сроки оформления документов. Алексей Валов поставил задачу на следующем «Стройчасе» доложить, что процедура передачи инвестиционных и имущественных прав завершена, и стройка возобновилась. По «Горизонту» у нас наметилась положительная тенденция в плане того, что передается объект новому застройщику, который имеет на данный момент возможности и банковские, и физические достроить этот объект. Для нас это самое главное. На данный момент сроком сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Горизонт» называют август-сентябрь этого года. Компания «Щелково». Продолжение следует...